Мягкий знак после шипящих пишется в существительных третьего склонения. Например, мышь, дочь, рожь – это существительные женского рода, которые относятся к третьему склонению. Ни в каких других существительных после шипящих мягкий знак не пишется. Плащ, мяч, нож – без мягкого знака, так как это существительные мужского рода, относятся ко второму склонению. Из-за туч, мягкий знак, не пишем, это существительное употребляется в форме множественного числа родительного падежа. Ставим его в начальную форму туча, существительное женского рода, окончание а, относится к первому склонению. Среди училищ, мягкий знак после шипящего не пишем, потому что это существительное употребляется в форме родительного падежа множественного числа. Ставим в начальную форму и училище, что это существительное среднего рода, с окончанием е, относится ко второму склонению. Мягкий знак после шипящих пишется в разных формах глагола. Например, в форме инфинитива. Что сделать? Сберечь. В форме второго лица единственного числа. Ты что делаешь? Бежишь. Придешь. Или в форме повелительного наклонения. Здесь мягкий знак пишется не только после шипящих. Что делай? Режь. Что сделай? Сбрось. Мягкий знак сохраняется и в форме множественного числа. Что делаете? Режьте. Что сделаете? Сбросьте. Мягкий знак после шипящих пишется на конце наречий. Например, забыть напрочь, открыть настиж, броситься вскачь. И только есть три наречия, на конце которых мягкий знак не пишется. Уж, замуж, не втерпешь. Также мягкий знак после шипящих пишется на конце некоторых частиц. Например, таких как «лиш», «иш», «виш» и тому подобное. Это в течение – это я. Возвращение. 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 Продолжение следует...